Друзья, от вас часто приходит вопрос, отменять или не отменять лекарства на условном голодании. Вопрос неоднозначный, смотря какие лекарства. Если, предположим, вы принимаете какие-то банальные обезболивающие периодически, болит голова, болят какие-то части тела, возможно, спазмы, что-то с суставными болями связанное или периодические боли в желудочно-кишечном тракте, то, конечно, такие обезболивающие можно запросто отменить. Тем более, что на моем проекте мы успешно используем вместо обезболивающих лекарств различные эфирные масла, которые действуют на разные системы организма, будь то пищеварительный тракт, будь то опорно-двигательный аппарат и так далее. Но мы не можем поступить точно так же, то есть резко отменить лекарства, если речь идет о длительном хроническом заболевании, если человек уже длительное время принимал какие-то лекарства в течение многих лет, а может быть даже и десятилетий, именно связанные с этим хроническим заболеванием. Ну, например, очень часто встречается вопрос, когда люди с гипертонией заходят на условное голодание и резко отменяют свои гипотензинные средства, назначенные лечащим врачом. Вот этого делать я, например, категорически не советую. Давайте размышлять логически. Вы прожили несколько десятилетий или лет в сопровождении лекарственной терапии, и ваш организм привык функционировать именно в этих условиях, в условиях медикаментозной помощи, и именно в этих условиях он позволяет вам жить без каких-то резких скачков давлений, которые могут привести к печальным последствиям. И вдруг вы резко отменяете лекарства, причем вы не просто их отменяете на своей обычной жизни, но вы отменяете их еще и в связи с условным голоданием. То есть вы дважды вводите в стресс свой организм. Первый стресс – это условное голодание, а это действительно является стрессом, особенно если человек не готовился должным образом к нему. И второй стресс – это отмена лекарств. Поэтому результатом вот такого недальновидного и не очень бережного отношения к себе может стать, конечно же, ухудшение самочувствия. Это и резкие скачки давления, это и в общем и целом ухудшение состояния. И в результате человек вместо того, чтобы получить хороший оздоровительный эффект от такого мероприятия, которое само по себе является, в общем-то, очень хорошим оздоровительным действием. Но его нужно грамотно встроить в свою жизнь. То есть если вы входите в условное голодание, будучи подготовленным с каким-то комплектом лекарственной терапии, то не торопитесь отказываться от нее, если вы были в этом состоянии терапии много лет. В каком случае убираются лекарства? Они убираются естественным образом, если у вас состояние настолько улучшается, что отпадает просто необходимость в этих лекарствах. То есть у вас нет скачков давления, да, или у вас там нет скачков сахара в крови, или там у вас не возобновляются какие-то боли хронические, да, которые, может быть, раньше были на постоянной основе, а в результате регулярного, периодического и правильно проведенного условного голодания с параллельной коррекцией питания в сторону естественную, если у вас на общем фоне вот таких оздоровительных мероприятий улучшается в общем и целом состояние, то потребность в лекарствах, она просто отпадает сама собой. У меня есть примеры, когда люди заходили в условное голодание неоднократно, с правильной подготовкой, где-то с заменой, с поддержкой эфирной терапии, с помощью протоколов с эфирными маслами, мы влияли на гормональное состояние человека, на работу эндокринной системы. Если вот таким образом человек готовился и заходит в условное голодание и отменяет свои, скажем, гормональные препараты, то у меня есть истории, когда по окончании курса условного голодания у человека не только не ухудшалось состояние, но наоборот улучшались показатели. И проводя регулярно вот такие курсы, грамотно, да, грамотно встроив эфирную терапию, человек в итоге полностью снимался с учетом эндокринолога, потому что щитовидная железа начинала самостоятельно вырабатывать гормоны, и необходимость в гормональной терапии просто отпадала. Но это происходило под контролем лечащего врача, с регулярной проверкой анализов, и это было безопасной отменой препаратов. Вот поэтому, когда вы себе планируете, что вы будете очищать свой организм, что вы будете заниматься изменением своего питания в сторону естественного, вы решаете вопросы лекарствами каждый раз индивидуально, смотря какие, смотря как давно, смотря на насколько они жизненно важны. Если, скажем, это курс антибиотиков, то лучше сначала пропить курс антибиотиков и вылечить ваш воспалительный процесс, а потом уже заниматься очищением. Потому что условное голодание противопоказано при любых острых состояниях, а если вы принимаете курс антибиотиков, то это наверняка острое какое-то воспалительное состояние, будь то пневмония, будь то бронхит, или еще что-то в этом роде. Таких историй, таких ситуаций с отменой или неотменой лекарств на условном голодании, их очень много, и они в каждом случае решаются индивидуально. Конечно, мы понимаем, что лекарственная терапия на постоянной, длительной основе, она приносит побочные эффекты, но это не означает, что нужно резким взмахом руки отменять себе самостоятельно лекарственную терапию, и всегда нужно взвешивать на весах все за и против, чтобы не навредить себе. И спешу напомнить, что мы живем в такое время, когда у нас есть чем заменить лекарства, у нас есть прекрасный продукт эфирные масла, и это продукт, созданный самой природой. Человек только воспользовался тем, что дает природа, и взял эти инструменты на вооружение. И если вы входите в здоровый образ жизни, в процесс своего оздоровления с применением эфирных масел, то шансы стать здоровым и отказаться полностью от лекарств у вас очень-очень сильно повышаются.